Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Ракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я не одна, а с моей самой любимой пацанкой Белла. Поздоровайся. Ребят, всем привет! Я очень рада, что меня пригласили. На этом все. С вами была Карина, Белла. Всем пока! Сегодня мы собрались тут неспроста. Мы будем играть в очень крутую игру. Мы с Беллой подготовили друг для друга определенные вопросы с картинками. Нам будет даваться по 15 секунд на правильный ответ. Я подготовила, естественно, вопросы по своей такой более женской тематике, а Белла по своей пацанской. Если кто-то не справляется и не отвечает правильно на вопросы, получает резиночкой по лицу. Поэтому, дорогие мои, мы хотим пожелать вам приятного просмотра. Вы ждали видео с пацанкой. Я не говорила вам до последнего, с кем я снимаю это видео, поэтому... Надеюсь, что я отлично выгляжу, ребят. Ты чудесно выглядишь, Белла. Спасибо. Поэтому ставим лайки, подписываемся на мой канал. И на мой инстаграм. Да, на Беллочку в описании. И мы можем начинать. Поехали! Поехали! Итак, Белла, давай с тобой скинемся на суефа. Посмотрим, кто будет первый. Давай, первые ножницы. Суефа! Суефа! Да. Итак, поехали. Я подготовила для тебя три картинки. Вообще, перед этим скажи мне, как ты вообще относишься к макияжу. Да, я делаю макияж, конечно же, на различные встречи, пусовки. Но сейчас, конечно, я без макияжа, потому что я люблю естественную красоту. И мне очень нравится, как я выгляжу. Ну вот. А я, ребятки, как вы знаете, делаю макияж постоянно, поэтому в последнее время я уже начала более-менее разбираться в приборах, так сказать, для макияжа. Кисточки, спонжики и так далее. Поэтому, Белла, смотри, что из этого называется спонжиком? Время пошло, тебе дается 15 секунд. Вот это. Да, я делаю. Да, ты угадала. Молодец. Соответственно, второе – это тампон. Третье – это менструальная чаша. Использовала их когда-нибудь? Ни разу. Я тоже. Кто использует, ребятки, пишите ниже в комментариях. И так. Теперь мой вопрос. У меня, так сказать, непростые вопросы. Ага, давай. Кто из них потерял район? Кто из них? Я откуда знаю? Они одинаковые. Погоди, это 15 секунд. Стоп. Интуиция. Интуиция. Карина Аракелян, погоди, давай пускай будет второй. Нет. Блин, что такое еще потерять район? Потерял район – это значит, который поднял пятки. Ааа, я поняла, блин. Поднял пятки, все, поняла. Ну, ты уже более леди стала. Ну, да, конечно, потому что я уже сама, на самом деле, не шарю в этом. Мне надо тебя ударить. Тебе? Ну, слава богу, хотя бы с помощью резинки. Короче, давай, все, ладно, я потерплю. Не сильно натягивай было, пожалуйста. Пожалуйста, я не люблю бить людей, ребят. Ты-то не любишь? Ой, бля. Так, ладно, мне хватило. Ну, я надеюсь, что дальше ты сможешь угадать, что делает вот эта штука. Итак, у тебя ограниченное время. Ну, твои предположения хотя бы. Ты понимаешь, какие у меня предположения? Мы чуть-чуть подпортили себя. Ну, время твое уже все равно и так вышло. Эта штука массажирует лицо. Так что надевай резиночку. Я сделаю тоже не так уж и больно. Итак, погоди. У меня еще локти, ребят. Посмотрите, как это выглядит. Прости. Сильно больно? What the fuck? Отлично себя чувствует. Взбодрились, так сказать. Так, Белла, у меня для тебя вопрос. Что по поводу твоих волос? Хочешь ли ты их сделать длинными? Вообще, о какой прическе ты мечтаешь? Жалеешь ли ты о том, что ты сделала такую стрижку? Вообще, давай поговорим об этом. Нет, конечно, я не жалею, что я сделала такую стрижку. Мне не идут длинные волосы. Но это лично мое мнение. Я бы на самом деле хотела длинные волосы, но, к сожалению, они мне просто не идут. Мне лично самой просто не комфортно ходить с такими волосами. Вот, я ходила, у меня были длинные волосы вот такие. У меня, наверное, было лет 16. Я подстриглась, на самом деле, недавно, еще даже года нету. А я, ребятки, отращиваю волосы, это чтобы вы знали. Прикинь, я хочу отрастить волосы вот по попу. Но я один раз совершила очень грубую ошибку и подстриглась вот просто так. И меня все сравнивали с фейсом. Благополучно. Вот, и сейчас я отращиваю волосы после такого... С фейсом. Да, после такого неудачного опыта. Итак, дальше ты, Белла. Следующий вопрос, ребята, на 100% не угадает. Мне кажется, ну, потому что она ничего не знает. Итак. Сколько градусов в Балтике-девятке? В Балтике-девятке? Погоди. Ты вообще пила я когда-нибудь? Пила, да. Серьезно? Да, я пробовала пиво, естественно. Но я не знаю... Там процентами, да? Конечно. Девять? Нет? Тринадцать? Нет. Нет. Ты не угадала. А сколько? Там восемь процентов. Восемь процентов. Я почти угадала, ребят. Я хотела сказать... Ну, почти это не считается, так что одевай резинку. Бля. Дико извиняюсь. Мне кажется, я не угадаю, ребят, честно. Вообще не с одним вопросом, что для меня подготовила Белла. Под каким номером тут находятся трусы под названием Танго? Время пошло. Тихо. Можем. Стоп. Энеки. Энеки, Энеки еле... Седьмые. Седьмые. Хорошо, да. Ребят, это работает, клянусь. Мне кажется, она просто подглядела правильный ответ. Но да, это реально седьмые, поэтому Беллочка у нас... Вообще-то я честно отвечала и даже не поглядывала. Да, максимально честно. Ну, ладно. Ты можешь назвать все названия этих трусов? Бабкины. Парашюты. Бабкины. Бабкины панталоны. Ой, это трусы, которые я ношу. Такие под шестым номером? Да. Что это мне? Стринги. Не, я просто... Я не разбираюсь, серьезно. Я ношу трусы, ну, которые как шорты. Ну, я не знаю, почему. Ну, это не муские трусы. Потому что в них комфортнее. В них намного комфортнее. Просто я не ношу стринги и вообще даже ни разу не пробовала. Потому что меня напрягает, что они в попе. Впиваются в задницу, короче. У тебя очень длинные ногти. Ну, типа, я сама делаю маникюр, но, типа, я просто делаю такого телесного цвета. У меня вопрос. Что больше всего неудобно делать с такими ногтями? Ой, с такими ногтями, наверное, неудобно... Смывать нормально? Смывать нормально. Смываю я просто вот так или же вот так. То есть, это очень удобно. На самом деле, ногти длинные для меня сейчас это как продолжение пальца. То есть, я уже длину ногтей не ощущаю совершенно. Я привыкла ходить с длинными ногтями настолько, что мне неудобно с короткими. А у тебя свои ногти? Нет, это все нарощенные ногти. И мне всегда, когда делают наращивание, спиливают те ногти, которые у меня отросли, и делают наращивание заново. Я обожаю вообще такую длину. Обожаю необычные дизайны. И больше всего неудобно, наверное, это, знаешь, делать макияж. А именно, намазывай там, я не знаю, крем на лицо, потому что ногти в глаза лезут. И лезут очень сильно. То есть, бывает, что я прям задеваю как-то. Поправлять волосы иногда неудобно, потому что бывает мизинец там мне иногда в глаз попадает. То есть, до такого доходило. И все. Ты точно готова? Я точно готова. Как называется этот удар? Я откуда знаю? Я вообще ни одного удара не знаю, я тебе клянусь. Ребят, помогите мне. Удар по ноге? Удар по ноге. Я не знаю, я честно, я не разбираюсь. Это что, бокс? Как это борьба? Что это? Это смешанное единоборство. Я вообще в этом не разбираюсь. Вот в этом я, к сожалению, Каринта проиграла. Этот удар называется лоу-кик. Вообще, первый раз в жизни я слышу, ребят. Отвечаю. Я разбираюсь. Просто я сама занималась смешанными единоборствами. И как долго? Понравилось? Да, на самом деле мне это нравилось, но, к сожалению, я не могла участвовать в соревнованиях, так как у меня челюсть сломана в третий раз. Из-за драк тоже опять. Да. Капец. Ты выигрываешь, да, да. У тебя вопросы посложнее. Меня сегодня бьют. Мои подписчики будут за меня заступаться в комментариях. Ребят, только, пожалуйста, не хейтите меня. Я, правда, неплохая. Просто я не хотела ее бить. Что это такое? Время пошло. Они бывают разных форм, не только в форме сердечек. Давай так, подсказывай. Мне кажется, то, что это для массажа что-то. Ну, типа, для спины, я не знаю. И нет, ты не угадала. Это щетка для мытья кисточек для макияжа. То есть ты наносишь вот сюда средство, кисточкой вот так вот шоркаешь, и она быстрее моется. Я проигрываю. Я готова. Итак, поехали. Ох. Сильно больно? Нет. Прости. Я себя отлично чувствую. Беллочка, смотри, перед тем, как ты мне покажешь фотографии, у меня к тебе вопрос, который интересует большинство, наверное, и моих подписчиков, и твою аудиторию. Что у тебя сейчас на личном фронте? Нравится ли тебе кто-нибудь? Да, конечно, мне нравится один человек очень сильно. Как бы все думают, что, типа, я встречаюсь с кем-то, но я свободна, как птица в полете, потому что работа, работа, еще раз работа. Потому что если я начну, конечно, отношения, то я закину все, потому что я полностью погружаюсь, я забочусь о человеке, я больше всего времени провожу именно с целью. Этот человек мне очень стал родным. У меня многие спрашивали, типа, вот, заняты ли ты, очень много было вопросов по поводу этого, и, ну, я говорила, что нет, мне никто не нравится. Итак, Белочка, показывай фотографию, у нас было такое мини-интервью. Что будет, если посмотреть на этот жест? Ну, вот знаешь, когда вот так вот делают, типа, ты на это посмотришь, ну, и что-то... А, и тебе ударят вот сюда. Да? Как это называется? Это удар в сушку. Ты правильно ответила. А, сушка, да-да-да-да-да-да-да. Ты правильно ответила, но, к сожалению, ну, просто удар. Давай, короче, тогда резинкой тебя бить не будем, но сушку я тебя пробью, потому что ты просто знала. Давай, давай. У меня не сильно, левая рука у меня не рабочая. Хорошо. Ну, все, отлично. Белочка, меня сегодня не очень сильно-то и ударила, поэтому я подготовлю для нее сейчас не особо-то и сложный вопрос, но не знаю, насколько он сложный для Беллы будет. Что будет, если использовать эту штуку? Я это где-то... Это... Это... Это крем? Я не знаю, это... Нет, это не крем, давай дальше. Я проигрываю, ребята! Что будет, если... Блин, я правда не знаю, я не знаю... Это... Все, время вышло, ты очистишь свои поры. Этой штучкой ты сможешь очистить свои поры, и твое личико будет чище и красивее. Поэтому, Беллочка, надеваем резинку. Я проигрываю, ребята! Потому что я на некоторые вопросы вообще ответить не могу, Белла тоже. Итак, я не буду тебя сильно ударять. Сделаю это вот так. Не больно? Не, отлично, я чувствую вообще. Белла, слушай, у тебя вообще какие отношения сейчас с мамой? У меня с мамой очень теплые отношения. Я до съемки, я поздравляла ее с Дню Матери. Я очень ей сильно благодарна за все. Типа, мам, если ты будешь смотреть этот выпуск, я очень сильно тебя люблю, правда. Мы не общались с мамой, к сожалению. Для меня это самое больное, на самом деле. Ну, мне чуть-чуть все равно обидно до сих пор. Ссоры были, недопонимания. Были, конечно, ссоры, были недопонимания. Но, типа, моя любовь намного крепче. Но все равно мне обидно. Типа, я иногда вспоминаю это. Но я больше не плачу из-за этого. Потому что на данный момент у меня с мамой очень теплые отношения. Я понимаю, что я сейчас не рядом с ней, к сожалению. Когда она очень сильно... Она мне звонит, как она скучает по мне. Я все это слышу. Поддержка от нее просто... Ну, она есть, правда. И я хочу сказать, чтобы никто не обижался на своих родителей. Мама, это правда, это тот человек, которому ты можешь рассказать абсолютно все. И она никогда тебя не будет за это как-то критиковать. Я вот маме даже начала рассказывать о своих отношениях. Ну, то, что я кому чувствую. Доверие больше стало. Да, доверие просто... Ну, я ей очень сильно доверяю. Потому что я понимаю, что она никогда не выложит это куда-то на публику. Она никогда не расскажет это кому-то, если я ее попрошу. Вот. Ну, мы как просто подружки, правда. Да. То есть я это правда почувствовала. И сейчас я хочу на самом деле продолжать развиваться. Чтобы маму свою пригласить в Москву. Чтобы она некоторое время побыла со мной. Что это такое? Итак, я не знаю, болт? Болт. Это что это? Болт. Нет, что это реально? Ну, ты, к сожалению, неправильно ответила. В машине есть сейчас за зажигание. Это именно она. Я не знаю, что это. У тебя нет машины? Понимаете, я даже марки машин не знаю. Вот прям до такого. У тебя машины нет? У меня нет машины. У моих родителей есть. Мы с тобой не пары, прости. Ну что, надеваю резиночку. Поехали. Я выехала. Посмотрим. Это было сейчас больнее всех предыдущих разов. Итак. Ты сейчас состоишь в отношениях? Ой, слушай, отношения это такие прям эмоции для меня. Я состояла в отношениях полтора года. Вот мне 17 лет, скоро 18. Прикинь, ты не знала мой возраст, да? Жесть. Мне 17 лет. Как ты думала, сколько мне лет? Я думала, что я снычу, 17-20. И отношения закончились на не очень хорошей ноте. Были постоянные ссоры, недопонимания. То есть, там, знаешь, какие-то проверки, непроверки. В общем, очень много... Ну и детский сад, короче. Токсичности, да. Сейчас мне симпатичен парень. Мы общаемся с ним. После серьезных отношений я еще встречалась с мальчиком-блогером. По-моему, два месяца. Но все пошло как-то не так. Мы поняли, что мы не будем вместе. Поэтому сейчас я просто общаюсь. Но я понимаю, что пока я не готова к отношениям. Потому что, так же, как и ты мне сказала, хочу развиваться и больше уделять этому времени. А-а-а, из-за этого? Какая кисточка из этих используется для бровей? Давай, гадаем, гадаем, гадаем. Вот эта. Вот эта? Да. Нет, эта кисточка вообще для нанесения тонального крема, чтобы ты понимала. А вот эта кисточка, то есть вторая снизу, она для нанесения бровей. Видишь, скошенные и маленькие. Они похожи, видишь? Они похожи, но эти большие, видишь, слева. А это большие? Да, эти огромные кисточки, а эти маленькие кисточки. Видишь? А-а-а. И тут, видишь, даже щеточка рядом с вот этой кисточкой для бровей, потому что потом щеточкой брови расчесывают. Блин, хотя мне делают брови, я вообще ничего не знаю. Блин, я про игру рыбила. Я думаю, у нас сегодня будет ничья. Оп. Опа. Нормально? Отлично. Все, взбодрились. Еще раз продолжаем далее. Ты когда-нибудь дралась? Я? Да. Было такое. Ну, не так, как ты, правда? Как ты держала кулак? Кулак? Ну, слушай, с моими ногтями только так. Хорошо. Как правильно держать кулак в драке? Второй вариант, нет? Ты угадала. Да. Ну, его нужно держать, понятно, что вот так, но с моими ногтями только если вот так. Понимаешь? Потому что третий вариант, если ты будешь держать вот так и ударишь, у тебя просто-напросто пробуются связки. А если вот так, то ты просто можешь себе сломать палец. А если вот так драться с моими ногтями, то, я думаю, можно сломать не только пальцем, но и ногтем. Давай. Поэтому давай, я угадала. Следующий вопрос. Вот мне интересно. Многие девочки уже давным-давно знают, что вот это такое. Для чего используют вот эти щи отверстили? Это для ресниц. Да, ты угадала. Для завивки ресниц. Я просто пользовалась такой на самом деле. Да, и, кстати, очень помогают. Просто я обожаю свои ресницы. Но у тебя они, кстати, длинные. Из-за этого, ну, типа, я пользовалась такой штучкой. Я у сестренки, у младшей брала. Она просто красится. Вот, у меня вообще все есть. И я такая, типа, а что бы и нет? И так. После какой школьной игры бывают какие-то фи... Блин. Вот это, очевидно, это очень легко, потому что я сама в школе играла вот в эту штуку. Когда как-то вот так, типа, фигачишь. Вот так. Да-да-да. Капец, блин. Мне вот тут было все... Ну... Я должна выиграть. А мне интересно, сможешь ли ты угадать мой последний вопрос. Как вот это называется? Это хайлайтер. Нифига, ты слушаешь. Только потому что я же пользуюсь. А, ты умеешь хайлайтером пользоваться? Нет, не просто... Куда он наносится? Ну-ка. Он наносится вот сюда. Ну, чуть-чуть наносит. Ты на меня сейчас смотришь, да? И вот сюда. Нет, просто на самом деле, просто меня красят. То есть я прошу, чтобы меня красили, когда... Визажисты? Нет, не визажисты. Просто, ну, девочек. Ну, чтобы я хотя бы чуть-чуть покрасивее выглядела. Ну, просто сегодня я не накрасилась, так как я не была дома, к сожалению. Ну... Ну, какие-то красивые выглядят. Я... Давай, Беллочку, последний вопрос. Интересно, угадаю ли я? Мне очень интересно. Ты проиграла. Я проиграла? В любом. Ну... Длительность раунда титульного боя в UFC? Я откуда знаю? Вот тут я точно не знаю. Да, так я же сказала, что она проиграла. Нормальные вопросы она для меня подготовила. Это не честно. Это все честно. Мне так кажется. Нет, нифига не честно. Но тут можно даже время не засекать. Потому что я знаю, что... Пять минут. Ты не смотрела в бои в UFC? Серьезно? Я вообще никакие бои не смотрела. Сегодня был ночью бои. Нет, я не смотрела. Ну, это, конечно, не бои с UFC, но все же. Ребят, просто на самом деле я не люблю проигрывать. Так что... Ага. Давай. Нормально. Я так взбодриваюсь. Итак, мы с Беллой подсчитали очки. Мне реально нужно было ответить на последний вопрос правильно. Но, к сожалению, бои я не смотрю. Поэтому 4 очка у Беллы, 3 очка у меня. Глубочайшему сожалению, ну или к счастью. Мне кажется, что к счастью, Беллочка у нас выигрывает. В сегодняшнем видео. И все-таки она леди. Ну, по сегодняшним подсчетам тоже очки. А я нифига не пацанка, потому что я вообще не узнала. Не ответила практически ни на один вопрос правильно. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. Очень надеюсь, ребята. Да, спасибо вам огромное за просмотр этого ролика. Все ссылочки на Беллу я оставляю в описании. Подписывайтесь на мой канал, если до сих пор этого не сделали. Потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного. Ну, а с вами была Беллочка. Кариночка. И всем пока-пока. Всем пока-пока. Да, можно, да? Я вам чуть-чуть курну. Давай это все-таки в конце в ролике встань. Так. Давай резиночку. Коронавирус.